Что такое, мамочки? Пиво! Привет, ребята! Привет, привет! Смотрите, как мы тут подготовились, лампу поставили, костер уже делаем. Мы старались как могли, хотели успеть до темна, но так как я не люблю использовать розжиг для углей, потому что он воняет ацетоном. Я использую такой, короче, прессованное, прессованное какое-то сено. Да, это долго, но и понаблюдать приятно. Вот такие штучки, это прессованные ролчики такие. Ставьте одну-две штучки вот в серединку. Я обычно с двух сторон ставлю, сейчас сделал такой вулканчик, ну сейчас накидал сверху углей, как бы все нормально. Видите, изнутри все там сгорелось, прикольно. Ну, занимает время, конечно, да, но зато нет этого запаха розжига. И какой бы он ни был, сейчас я попробовал этот Косковский Киркланд, ну, розжиг обычный. До этого я купил самый дорогой в Home Depot. Такая вот, вот такая вот маленькая одна баночка, дал 7 с чем-то, 8 долларов без налогов. И все равно воняет. Типа, ноу алкогол, типа нет, ни спирта, ничего такого, что может вонять, только натуральные, там что-то там, не знаю что. Все равно вонял так же, как и обычный. Какой смысл брать органики, переплачивать деньги? Лучше вот взять такую штучку, она стоит, этот пакет стоит, сколько стоит? Около 20 баксов еще с вентилятором, да? Но вентилятор я уже сломал, потому что держал его слишком близко к огню и он расплавился, короче. Ну да, посмотри, покажи какую эти крутую зажигалку купил. Ну да. Да, вот так вот. Очень удобно зажигать костер, да? Такая мини-сварка, блин, вообще, да? Все, хватит? Ну так вот берете и все, разгорелся, короче, почти. Ну почти. О, включи лампочки, покажи мне наши лампочки. А, сейчас. Наши лампочки. Точно. Дубартик, ты где, мальчик? Ой, мы так и не скупались, может еще и скупаете. Лампочки. Лампочки. Смотрите, как круто у нас тут. Я по чуть-чуть сейчас скоро начну жалеть, что мы поставили дом на продажу, да? Да, мы купили в прошлом году эти лампочки. Мы поставили вот с той стороны бассейна, ближе к дороге, которая. И хотели просто попробовать, как они работают. Они на солнечных батареях и работают шикарно вообще. И долго держат. И, блин, Solar Power вообще рулит на самом деле. Ничего не нужно подключать в резетку и все супер. Поставила, она сама себя заряжается, сама разгряжается. А еще вот такие лампы классные мы купили. У нас вот и у гаража такие, и у входа такая же лампа. Ну вы видели у входа, кстати, она там, птичка же сделала домик прямо на ней. Да, да, точно. И, короче. И нам очень понравились лампочки. Пока мы их купили, пока установили там траля, пошла где-то неделька. Они были на скидке, стоили. За сколько мы их взяли? За 35, что-то такое. 39. 39? Нет, 29. Мы взяли за 29. И думаем, блин, пойдем еще 4 возьмем, чтобы обделать вообще. А, когда на скидке, да? А, точно так. Я думаю, пойдем еще, значит, если они такие крутые, возьмем еще 4 штуки. Мы так посчитали, прикинули, чтобы весь бассейн окружить, перила. Нужно было еще 4 такие полосочки. Пошли, а они уже 40 стоят. 49 он. 49 вообще. Они сейчас стоят 49. И подумали, ну, ладно, в следующий раз купим. Мне так нравится стоять на огоне. Вам нравится? Я подумала, что раз мне нравится, значит точно есть люди, которым тоже нравится. И я решила поделиться с вами нашим красивым огнем. Вообще обожаю костер. И вообще все, может, это не прикольно, но все, что связано с костром. Мы всегда на Пасху жгли скаты, воровали с вулканизацией. Чем ты признаешься еще и на камере? Ну, нет, рваные старые шины. Просто вокруг этих мастерских, знаешь, они раскладывают их как-то. Может, некоторые были разложены красиво. Может, им даже, кстати, выгодно было, что вы их воруете, знаешь? Может быть, поэтому мы это и делали. Потому что у нас вот друг с шапом, сейчас секунду скажу. Он платит 10 долларов за каждое колесо, которое в мусорка приходит забирать, прикиньте. О, так во всех шапах, во всех мастерских. Он платит 10 долларов за вывоз, за вывоз использованной резины, ненужных колес. Ну, это как вывоз мусора, считай. Мы жгли костры постоянно, каждые выходные мы шли в лес, а у нас в лесу такая штучка есть. Раньше мне дедушка еще рассказывал, когда был маленький. Там был раньше ресторан в форме типа самолета или вертолета, я не понял. Потом, короче, там был пожар, он упал. Но площадка такая классная осталась на склоне. Бетонная такая огромная, круглая такая площадка. И вот прям для того, чтобы там сидеть и тусоваться прямо. Так вот скажи, многие же нас, кстати, же смотрят с Молдовы, с Кишинем. Да, в Чеканском лесу, который на Михайса Довяну. Ну, знают там, где... Так как называется это место? Это, получается, если с Михайса Довяну заходить в лес... Как называлась, как вы ее называли? Мы ее на самолет называли, мы ходили на самолет. Все так называли, так и скажи. Я пытаюсь с тебя вытащить вот именно это название. Те, кто с Чекан, может, знают. А я вот вспомнил ситуацию, когда мы получили визы в паспорт. И отдыхали, короче, тоже там на тусовке были. Точно. И сидели допоздна, допоздна. Ну, блин, выпили, не будем скрывать. Короче, расслабились, сидели на скамеечках. Все дружно собрались, встали и ушли. Приходим во двор уже к нам, к нашему дому. Сидим-сидим, где-то полчаса уже сидели у нас во дворе. Ну, уже тихонько осталось там пару человек. Кроме нас еще человек, не знаю, 4-5. И вдруг Крис говорит, что-то у меня там в сумке, что-то хотела достать, показать или что-то такое. А где сумка? Где сумка? Где сумка? Сумка с нашими паспортами. Со всеми документами, как и с паспортами, с визами в Америку, которые мы только получили, блин. С паспортами, с этими внутренними паспортами, с какими-то еще документами. Да. Короче, с кошельком, с фотографиями, со всеми вообще, капец. Ну, это было не самое важное. Ну, на самом деле, потеряли сумку. Представляешь себе? Прибегаем. Прибегаем на то место. А там сумки уже нет. Полчаса и 12 часов ночи, как бы, чтобы вы понимали. Да, мы пошли. Ох ты, ох ты, ох ты, ох ты, так нельзя, так нельзя. Что, сломалось? Нет? Все окей. Идем мы, короче, вот такие вот поздно-поздно ночью. Идем мы в полицейский участок, пишем заявление о пропаже сумки, пропаже документов. Они нам говорят, ну, если что, мы вам позвоним. Пока ничем помочь не можем. А чем они нам могли помочь? Понятно, конечно, чем мы можем помочь. Короче, мы... Все, у нас стресс полный. Распечатали объявления утром, рано встали, распечатали, расклеили, короче, по всему району объявления, в каждом подъезде. Позвонили нам. Позвонила женщина, сказала, что дети... Позвонила моему папе. А, точно. И телефон был твой. А, и мой телефон. В сумке еще, короче, был мой телефон. И женщина нашла, короче, и нашла папа. Там один из первых. И позвонила папе моему. И сказала, что вот я нашла сумку, там... А там еще деньги были, помнишь, что-то там около... Ну, немного, немного. Около 50 долларов, кругом бегом все деньги. Мне кажется, да? Я так помню. Это, конечно, давно было, но где-то... Мне кажется, что где-то в общей сумме 50 долларов. И они, короче, оставили... Женщина нашла сумку в садике у забора. Рядом с моей школой, где я учился. И в ней были наши, слава богу, наши документы. Пропали твои фотки, помнишь? У нас были паспортные фотки. Оставили телефон в сумке. Оставили пустые кошельки. Ну, потому что телефон, извини меня. Помнишь, какой у меня кнопочный? Телефон древний был, да. Мой хороший сломался, помнишь? Да, да. Это был старый такой кнопочный левый телефон. Что-что рукается? А чего ты рукаешься? Ну, что там что-то дома, блин, видите ли, а он здесь. Хочешь домой? Ладно, сейчас отвезу его домой. А чего ты хочешь домой? И вот так мы очень, конечно, обрадовались. Кстати, мы почти сутку переживали, что что-то не так все-таки. Что мы не найдем наши визы. Мы вообще не знали, что делать. Это был капец. Мы вообще реально не знали, что делать. Как обновить визу? Для этого нужно восстановить паспорт. А это не так все просто. Чтобы восстановить паспорт, это нужно было заплатить 200 долларов. 200 с чем-то долларов. Ну, на двоих где-то 250 долларов нужно было заплатить, чтобы за один день сделать паспорт. А потом, кто знает, вернут нам визу, не вернут нам визу. Вообще что будет? Реально вообще что-то делать или нет? Это был такой стресс вообще. Да. Ну, вот такие моменты на всю жизнь запоминаются. Есть еще рассказать. А плеки не забыла. Вот ты сейчас сказал, и я вообще офигела, если честно, от того, что, блин, реально. Еще через какую фигню мы пришли. Это тортик охраняет крылышки. Смотрите. Здесь крылышки маринуются. Он вот будет сидеть тут, пока мы их не заберем на улицу. Сразу и он с нами заходит на улицу, да? Охранник. Опять упал этот. Что? Сутбокс. А зачем ты это делаешь? Я чищу. Я показала, как тортик охраняет. Ага. Что бы не охранял, там так пахнет крылышками. Только недавно, кстати, купили сетку и готовили в сетке крылышки. Блин, раза два, наверное. Ладно, мы их готовили прям на этой сетке. А сейчас уже начали. Просто неудобно на этой сетке. Неудобно переворачивать. Каждая крылышка нужно переворачивать. А на сетке, на этой, которая закрывается, бах, перевернул, и все. Угу. Очень удобненько. Мне нравятся эти угли. Они вообще не воняют. В куску это... Какой? Ковбой, кажется. Нет? Ковбой, да. Ковбой бренд. Это не реклама. Просто говорю, что нам нравится. Ну, потому что на заправке покупаешь угли. А они левые. И они вонючие, воняют этим розжигом, блин. Я не знаю, не могу терпеть. А, блин, горячо. Чтоб не сгорел наш софтбокс. Какой ты молодец, ты вспомнил эту историю. Я как раз только думала, что это будет стори тайм. А ты взял и вспомнил. Я сейчас так задумывалась, блин, представляю себе, реально. Какие молодцы, даже эти воры. Взяли, украли только деньги, а паспорта оставили, блин. Да, и фотки мои. И фотки твои. Я до сих пор думаю, что это кто-то из знакомых просто... Ну, деньги вытащил, ладно. Фотки вытащил, наверное, чтоб... Даже не знаю, зачем, блин. Зачем мои фотки нужны. Я мог подкинуть, если это твой знакомый, мог подкинуть к тебе во двор куда-то, понимаешь. А так кинули их там, возле школы, блин. Другой человек мог бы просто забрать телефон, другой еще что-то, если был бы. Да. А, там еще была вся моя косметика хорошая. Точно исполнила. А, и косметику забрали, что-то из косметики тоже забрали. Да, самые такие. Ну, оставили. Я помню, у меня тушь классная была, дорогая именно. Я не помню бренд уже, но помню, прям что-то крутое у меня там было. И вот тушь оставили. Я помню это, помню, помню. Ну, что-то там фигню какую-то забрали, ну да. Ну, может, по цене не фигню, но вообще имею в виду, что... Слушай, паспорта тогда... для меня тогда было пофиг, блин. Да, это было такое счастье и такой шок, что мы нашли. Еще и телефон левый оставили. А кому он нужен? Да, точно. Если бы не телефон, вряд ли эти ребята дошли бы до нашего двора и прочитали бы объявление. Ну, да, вообще-то, прикиньте, реально, как все так совпало. Да, не было все так распространено, как сейчас. Сейчас есть группы на Фейсбуке, все... Очень много даже там, в наших местных группах, там, собачки теряются или что-то такое. Или кому-то, чем куда-то нужно поехать кому-то, допустим. Ммм, огонь уже готов. Что, поехали? Поехали. Ровно-ровно, прикинь. Получилось. Красотень. Ровненько, полная сетка. Маринад такой. Так, маринад, что мы ставим? Будем рассказывать? Конечно. Короче, мы ставим по традиции много паприки. В принципе, у нас все рецепты похожи. Мясо, рыба, все похоже. Чесночная пудра, немного сой соуса, немного лимонного сока, паприка, приправа специальная для мяса. Ну, мясо на углях приправа называется. Не знаю, что туда входит. Что еще? Оливковое масло. И оливковым маслом я в конце, когда зарядил все в сетку, я еще сверху полил маслом, чтобы оно не пригорало. Чтоб не клеилось к сетке. И самый главный грязь. Паприка? Что еще? Минеральная вода. А, минералочка, да. Обязательно минералочка. Эй! Ты почему так горишь сильно? А, какой запах, блин. Хочется прямо сейчас кушать. Ты голодный уже? Еще где вкусные крылья? В Нью-Йорке. В Нью-Йорке готовят обалденные крылья. И пиццу, и крылья. Но речь идет не об этих... Ну, типа, не о фастфуде, и не о пиццерии. Нет, Солнце. Именно в Нью-Йорке они как-то по особенному рецепту. Потому что таких вкусных крылышек я никогда не ела. Вообще. Именно как в Нью-Йорке. И вот пицца, кстати. Кто пришел в гости? Кто к нам в гости пришел? А ему запахло, наверное, как побежал в двери. Да, во-первых, солнце прохладнее чуть-чуть стало. Было очень жарко. Хотела вам показать. Опять зато словила, как ты. Так это все по плану. Что значит пробовал все? А, да, интересно. Смотрите, какой план у него был классный. Тортифондель. 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 Пахнет тебе крылышками, да? Еще бы. Давай садись. А, а то часа-то. Ну ладно. Чик, какая мягкость, какая сочность. Они готовы. Давай корочку сделаем еще и все. Давай. Иди покажи крылышки, я принесу софтбокс. Ммм. Что, нравится тебе эта красота? Красотень. Красотень, скажи. Скажи, мамочка, дай мне крылышки. Смотри, какие красивые тут крылышки. Смотри. Вот они самые вкусные крылышки на свете. Что здесь, Тор? Кто там? Даже с днем тебя. Ты ходишь одетый по дому. Прям как мама с папой обутые. А, папа обутые, да. Будут приходить люди обутые ходить по моему дому, блин, а я не могу. Не ври. Я убрал, я хожу как хочу. Они не будут. Я вот хочу пойти и показать вам, что нифига они не будут ходить обутые. Посмотрите, что здесь написано. Вот здесь. Вот здесь бахилы. Вот здесь пишет cover or remove your shoes. Типа накрой или сними свою обувь. Вот так вот. Это риэлтор принес. Поставил. Мы сейчас будем готовить соуснюк и наслаждаться вкусными крылышками. А вам мы желаем удачи. Берегите себя. Солнышко. Обязательно. И до новых встреч. Пока. 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 Еще покажу вам грустную собаку, которая храняет крылышки. Да, мамочки. Да, мальчик еще такой. Грустненький, мальчик. Сейчас тебе тоже крылышко будет. Обязательно. Тебе тоже крылышко будет, мальчик мой. Да. Все, скажи, пока. Пока. Ура. Молодец. Умничка. Умничка. Да, да. Покажи. Малыш. Грюстненький, т.г. Малыш. Всем пока. Продолжение следует...